очередные пешеходные зоны планирует открыть мэрия бешкека в нашем противоречивом городе говорят даже появился новый планетарий как лучших домах лондона и парижа вот только там для детей он полностью бесплатный а у нас как всегда все подчинено законам дикого бизнеса это параллели здравствуйте но может не все так мрачно и плохо в плане превалирования положительных тенденций на местном уровне действительно мне иногда говорят что в этой программе слишком много негатива мрачного пессимизма и порою неоправданного скепсиса поэтому некоторые советуют не обходить стороной и положительные моменты общенационального строительства которых якобы хватает в нашем царстве государстве итак касательно нашей столицы растет и развивается наш главный стране город бешкек администрация которого не перестает думать об улучшении жизни горожан грандиозными темпами возводятся новые школы библиотеки музеи и муниципальное жилье все больше открывается пешеходных зон мэрии говорят планируют сделать пешими даже весь чуйский проспект и всю старую площадь что касается подвоза главных чиновников страны до их рабочих мест то этот вопрос тоже на стадии решения на государственном уровне и это правда решается вопрос полной смены автопарка обслуживающий главный государственный дивизион страны на электромобиле но так как даже это все же из области фантастики то остается единственное решение вот именно говорят что всех государственных мужей и жен рано как их жен и мужей пересадят на велосипеды а полагающийся им автотранспорт вероятно раздадут малоимущим но главное дабы не нарушать пешеходный ритм столицы на ее основных проспектах от велосипедных стоянок которые будут расположены в районе снесенного к тому времени оску базара до белого и серого домов проведут обычные канатные дороги там на скамейках канатных дорог будут сидеть всякие чиновники наблюдая за жизнью города с высоты птичьего полета и свесив ноги станут рационально размышлять об улучшении быта простых людей а вот плеваться и бросать окурки на головы всяких стоящих внизу зеваки тунеядцев им наверное строго запретят ведь у нас полная демократия говорят что подобные запретные таблички в первую очередь разместят будках для депутатов но главное не это а то что все делается во благо нашего народа там наверху с высоты птичьего полета они будут видеть страну далеко за пределами бешкека и соответственно станут непроизвольно размышлять и о жизни регионах регионы к тому времени перестанут быть этакой занозой в теле нашего государства как в былые времена там построят сотни нет тысячи новой школы больниц где станут трудиться самые лучшие в мире узкопрофильные специалисты чиновники объявят войну всякой нечисти и узколобому мракобесию средневековья и даже самые отсталые слои населения наконец усомнятся в божественной природе того же арстабека алайского а главное они начнут делать собственным детям прививки среди населения появляется все больше родителей которые отказываются от проведения этой медицинской процедуры детям в прошлом году таких случаев было 7 тысяч за 6 месяцев этого года уже почти три тысячи все это враги скажете вы и будете абсолютно правы но даже эти враги по сравнению с теми посулами которые наверняка услышите сравнительно недалекое время лишь цветочки ягодки впереди ведь до выборов новый парламент страны остался всего один год до свидания